Обратите внимание на приезд Нельсона Фрейера. Это тоже один из самых лучших испарь-пианистов сегодня, мне лично напоминающий по звучанию, по благороссу манеры Эмилия Гиллиса. Многие молодые музыканты не знают, может быть, насколько потрясающе звучал Реалю Гиллиса. Если они хотят хоть как-то себе приблизительно представить, что это такое, могут прийти на концерт Нельсона Фрейера. Я в высшей степени рекомендую многим это сделать. Мы играли с ним не раз, совсем недавно играли в Париже с Лондонским оркестром. Это музыканты абсолютно мирового уровня. Но, пожалуй, говорить об исполнении перезвонов Гаврилина тоже нужно, потому что это одна из выдающихся партитур, написанных еще и петербургским композитором, не просто российским, а нашим, Гаврилиным. Мне кажется, что это тоже не затеряется в огромной программе фестиваля. Пожалуйста, еще вопросы. Валерий Абисалович, если позволите, вопрос не связанный ни с Америкой, ни с Москвой. Как известно, через две недели вот именно в этом здании, в концертном зале Мариинского театра, состоится необычная премьера. Будет силами Мариинского театра, при участии компании «Джернелл Слайд», будет организована впервые в мире трансляция спектаклей в формате 3D объемного телевидения, который смогут увидеть зрители в резиденции, например, российского посла во Франции. Вот хотелось бы услышать Вашу точку зрения на то, что театр связывает с этим техническим новшеством. Мы знаем, что Вы лично всегда следите за новинками техники и стараетесь быть в таком и в классическом искусстве всегда на переднем крае этих инноваций. И что это будет? Это будет какой-то рекламный носитель? Или будет это, Вы рассчитываете, как это будет, коммерческий проект? Нас не интересует, прежде всего, коммерческая часть этого проекта. Нас интересует, пожалуй, возможность узнать на практике, что дает прорыв в новых технологиях, не только, скажем, мировому, техническому или технологическому или ученому сообществу, но мы представляем мир оперы, мир балета, мир классической музыки и, конечно, так же, как в свое время высокочастотное телевидение. А мы, как Вы знаете, обзавелись своим собственным и очень основательным, мощным комплексом. В этом плане мы абсолютные пионеры в России и, наверное, лидеры. У нас свой лейбл. Наверное, мы тоже среди лидеров, среди мировых театров, потому что, например, Метрополитен оператор сосредоточил... Этот театр сосредоточен на трансляциях в кинотеатры мировые своих лучших спектаклей. Я полностью был сосредоточен на создании лейбла «Маринский». И я знаю почему. Потому что сегодня ни один театр мира не обладает своим собственным залом с подобными звуковыми акустическими качествами, как зал, в котором мы сейчас с Вами находимся. Я просто повторяю еще раз. Ни один в мире, не говоря уже о России. Соответственно, мы сосредоточились и сделали уже очень серьезное и очень, как мне кажется, масштабное движение вперед. Может быть, кого-то надо догонять. Безусловно, каталог нашего лейбла будет скоро включать, наверное, 15 названий. Понятно, что «Дойчий граммофон» там идет речь о тысячах, но ведь это более чем либо 60-ти, либо 70-ти летняя история. У нас наша история полтора года с момента вообще уже твердой задумки и движения к этому проекту. Поэтому, если мы следующие полтора года пройдем так же, как эти полтора, не думаю, что кому-либо из Вас или кому-то в мире покажут, что мы забуксовали. Я думаю, 3D – это очень интересно. Мы будем первым балетным коллективом в мире, по нашей информации. Даст ли это Мариинскому театру или вообще российским театрам какое-то преимущество? Может быть, мы не являемся самым быстрым организмом в мире по воплощению каких-либо идей, потому что мы все равно зависим от привлечения западных коллег. Но отрадно, что у нас уже есть специалисты и наши партнеры. Это наши компании, в данном случае наша компания, с которой можно это делать, не поджидая, когда дядя из Парижа или дядя из Лондона скажет, что он может приехать. Хотя я полон уважения ко всем, с кем мы работаем и в Европе, и в Америке. Но самостоятельность у нас сейчас гораздо более прочная и гораздо более основательная, чем когда-либо за 22 года, которые я возглавляю творческий процесс в Мариинском театре. Этот вопрос очень важный, я сам собирался об этом говорить. Но не воспринимайте мои слова как помахивание шашкой, потому что мы не знаем, когда через год, через пять, через десять будет налажен в мире процесс, который естественно и в широком масштабном таком формате будет уже транслировать футбольные матчи, или баскетбольные американские, или хоккейные. И, конечно, балетный спектакль – это движение, это цвет, это костюмы, это красота, это пластика. Я думаю, здесь пробовать сам Бог велел. И то, что мы будем это делать едва ли не первыми в мире. По нашей информации, была уже пробная трансляция Дон Джованни, Дон Джованна Моцарта. Это было в Париже. А в оперном театре есть такой уже уникальный пример. В балетном театре, по нашей информации, этого еще не происходило в мире. Но мы в свое время, в 99-м году, и в интернете протранслировали «Пиковую даму» с Галузиным, с Образцовой. Тогда это не носило характера таких широко вещательных акций. Не считаем это главным. Но сегодня уже и творческое, и организационное, и финансовое состояние театра, и здоровье театра позволяют нам говорить с большой уверенностью в том, что через год будет это, через два будет это. Мы уже знаем, что этот маховик раскручен, и по идее мы не ждем каких-то резких и неожиданных преград на этом пути. Поэтому, естественно, будут записаны в формате высокочерстного для видения еще, может быть, десяток спектаклей Мариинского театра. Это и балетные спектакли, может быть, даже прежде всего балетные спектакли. Я хочу, чтобы и Диана Вишнева, и Ульяна Лопаткина, и Игорь Зеленский, и тем более их более молодые коллеги, солисты и звезды Мариинского балета знали, что мы думаем о том, чтобы в лучшие, в пиковые, так сказать, для них годы, они смогут задокументировать свое творчество и оперные спектакли. Мы уже записали «Яланту», «Санна Нетребко». Это я уже отсматривал, уже предварительный материал, это достаточно убедительно будет и выглядеть, и звучать. И достаточно качественно, интересно, снято. Это же еще творческий процесс, как снять. Мы же не просто ставим камеру и вот ходим этой камерой за певцами. Это гораздо более творческое занятие, то, как снимаются спектакли. Но, пожалуй, подождем две недели и сможем и здесь, в стране, и в мире, я думаю, обсудить это со многими, увидев сами на своем же опыте, чем это нам грозит в ближайшие годы. Может быть, мы сделаем ставку на это, очень даже энергично. Может быть, если мы почувствуем, что за этим ближайшее будущее. Мне бы не хотелось быть подопытным кроликом и делать то, что через 40 лет, может быть, ну, думаю, что мировые процессы идут так быстро и так сегодня стремительно меняется все, что я жду отдачи уже через год-два. Спасибо всем и через минуты 3-4 мы начнем концерт. Спасибо. 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 Спасибо.